В центре допризывной медицинской подготовки учащиеся 11 класса средней школы номер 16 внимательно слушают преподавателя. Тема сегодняшнего урока – ручные осколочные гранаты. Юрий Солёк, капитан в отставке, делится с юношами всеми тонкостями и особенностями этого оружия. Мальчики исправно отвечают на каверзные вопросы и задают свои, сохраняя при этом дисциплину, потому как каждый учащийся здесь неукоснительно соблюдает устав. Мы здесь занимаемся и чтём воинские законы, соответственно, воинские уставы. В строевом уставе написано всё, выход к начальнику, подход к начальнику, доклады мы обязаны. Так же, как мои все курсанты, мы проходим, у нас есть три часа урока воинский устав, мы с ними ознакомимся. Значит, на протяжении занятий до 13.40 у нас обращений нету такого, как вот в обычной школе Юрий Николаевич. Есть только два. Или товарищ капитан в данный момент, или товарищ подполковник, мы коллега, или товарищ преподаватель. Они дети за школой, за территорией центра они учащиеся, в центре они курсанты, они должны подчиняться уставу. А превыше всего, я им сразу говорю на первом же занятии, порядок и дисциплина. Занятия проводят не только за партой в компании преподавателей и учебников, много времени уделяют практике. Мы взводом тренируемся в строевой, в сборке магазинов, как вы раньше видели. Тренируемся одевать ОЗК. Это при ядерно-химических атаках костюм для безопасности. Потом учим уставы, строго живем, вот пока мы в центре находимся, мы строго живем по уставу. Открыть центр допризывной медицинской подготовки на базе средней школы номер 27 решили не случайно. Это единственное учреждение, где сохранился ТИР. В таких условиях возможности основательно изучить АЗы военного дела у ребят намного больше. И первыми, кто опробовал потенциал центра, были учащиеся 27-й школы. Поначалу было немножко трудно влиться в этот режим, который представила школа. Но со временем ты вливаешься и понимаешь, что это очень важные и нужные навыки. Вылетаешь в этом центре. Все подчиненные мои, так как я являлся командиром отделения, все мои подчиненные ставили самые положительные впечатления об этих шести учебных днях. Да, обучение в центре осуществляется по блочно-модульному принципу. А значит, весь учебный материал, предусмотренный на год, изучается в течение всего шести учебных дней. В течение лета был подобран преподавательский состав. Можно похвастаться. У нас допризывную подготовку ведут и медицинскую люди, которые имеют и педагогическое образование, допризывную и военное образование, медицинскую и медицинское образование. То есть все люди с высшим образованием. Всю неделю учащиеся вникают в АЗы воинского искусства или оказание первой медицинской помощи. Шесть уроков по 45 минут у девочек проходят не менее продуктивно, чем у мальчиков. Они практикуют введение внутримышечных и подкожных инъекций, могут с легкостью измерить артериальное давление или поставить банки. Нам очень интересно получать новые знания именно здесь. Мы с удовольствием приходим на каждое занятие и принимаем новые учебные методики. Большой вклад внесла наш преподаватель Елена Николаевна Плотская. Именно она научила нас правильно выполнение всех техник, всех правильных построений. И я думаю, что каждый ученик вынесет из данного медицинского центра нужные знания для оказания медицинской помощи при любой ситуации в жизни. Мне очень нравится здесь, что здесь много практики у нас. То есть не все чисто на теории. Мы сами можем ощутить это, подготовиться к этому. Также это все нужно конкретно в жизни, тебе понадобится в любой необходимой ситуации, и ты будешь готов. Девушки проводят много времени в окружении бинтов и лекарственных средств. Правда, их это нисколько не пугает. Наоборот, они с удовольствием вникают в особенности врачебного дела, а некоторые из учениц планируют связать с медициной жизнь. Были такие ситуации, когда решается судьба человека в стенах нашего центра. Ко мне подходили мои ученицы, которые заканчивали этот центр в течение шести дней, и говорили, что «Елена Николаевна, все-таки мы решили, что мы будем поступать в медицинский университет, мы хотим стать врачами, нам здесь очень понравилось, вы рассказывали интересно, вы нас заинтересовали, завлекли и, скажем так, наставили на путь жизненный. И, конечно, это очень приятно слышать любому педагогу, когда ребенок выбирает твою, какую-то близкую тебе специальность, и решается судьба человека». Плюсов у такого центра до призывной медицинской подготовки много. В будущем их станет еще больше, ведь развитие центра только началось. «Перспективы развития есть, сейчас мы работаем над созданием своего сайта. Далее мы надеемся, что мы выйдем на более высокий уровень, пока это на уровне администрации Ленинского района. Мы приглашаем Московский, у них есть свой центр, там немножко другая организация работы. Они занимаются патриотическим военным воспитанием без проведения уроков. Поэтому, если им интересен был, опыт они могут изучить. Далее будем искать, если есть некая ассоциация работы таких центров, мы готовы сегодня вступить в эту ассоциацию». Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.